скоро часто берут в последнее время. При этом также называем, что может быть отличным суппортом. Ну и Бесптини. Бесптини это всегда проблема. Бесптини уже заставляет задуматься Митриму. Что брать, как контрить, что делать. И так далее. Много вопросов, что будет решить прямо сейчас. Ну, а пока эти вопросы решаются Митримом, я вам, дорогие друзья, напомню, что канал наш с вами для просмотра этого замечательного турнира twitch.tv заходите, пишите, общаясь в чатике. Мы это помним так же, что турнир создан на благотворительных целях. За каждый купленный билет все деньги вообще уходят к голодающим, в общем-то. Плюс ко всему за каждый проданный билет организация Dreams Media плюс Face от накидывают денежку по 2 доллара к этой самой сумме. То есть там сумма будет увеличена в разы. Ну и призовы фон турнира, напомню, так же 40 тысяч долларов, это уже для игроков. И, собственно говоря, сейчас решается вообще выход в топ-2, как минимум. Да, а топ-2, если что, так, на секундочку, это 10 тысяч долларов. Так что про Dota Gaming может, ну, я так понимаю, один из самых больших призов выиграть за свое время существования, как коллектив, да? Сомневаюсь я, что до этого они что-то такое суперденежное выигрывали. Я могу даже сейчас посмотреть, где они там участвовали. Ну, HellRaisers-то понятно, там у них есть какие-то уже титулы и прочее, какие-то выигрышные деньги из турниров за все свое существование. Интересует про Dota. Ну да, максимум, что выиграл про Dota. Я смотрю, это второе место было на хитбоксе. New Championship номер 4. 500 баксов выиграли. Ну, вы знаете, 10 тысяч долларов, это намного больше. Намного больше, чем 500, поэтому действительно есть над чем подумать и за что постараться. Prod Gaming забирайте без мастера Viper, HellRaisers, SpeechDoctor, Nature's Profit. Такая интересная глобальная стартерия у HR получается. Где-то там соницировали, сразу в хореон, без пти, не прилетели, засыпали, убили. Есть варианты для хорошего сплитпуша. Ну, вот такой довольно интересный и сложно уловимый герои, плюс довольно мобильные. Тяжеловато будет про Dota. Так и контроль, они все себе, в принципе, тогда взяли. То есть, Vengeful Spirit, герой хороший, потому что можно драку и начать, в принципе, из нее выйти. Как-то... Ну и без мастера, конечно же, для контроля герой просто замечательно. Плюс ко всему, огромную роль здесь будет выполнять именно ястреб. Ястреб, который будет разведывать территорию, ну, ходить вот этих вот сплитпушащих героев, как-то сплитать, убивать. Ну, может быть, что-то еще под бисмастером с траволами такое сойдет, жесткое, может, тингеры возьмут, был бы интересным. Геркомптор пока в минус, Дисраптор тоже отправляется в небытие, ну и по одному герою еще осталось добрать. Пойдем, смотрим. Ну, пока что имеем, да? Условно, Viper пойдет на мид, условно, бисмастер оффлейн, Vengeful Spirit, Dazzle на топ, опять же, непонятно, Венга керри или саппорт. Ну, вот, HellRaisis поверили, что это будет керри. Может, забанили Дисраптора. Дэм так посчитал. Как же считает мидрим. Мидрим пока никак не читает, но в обсуждениях. По всему находится сейчас команда. Ну что, ребятки, я не ошибся, когда вам в начале предыдущей карты говорят, что Юджитсу выпал из стима, так оно и произошло. Трон у них был и поизонировал себя как сап, да, как стенд-ин, такой, ну, как шестой игрок, или седьмой, полгода. Вместо Юджитсу он сейчас будет играть, я так понимаю, на основной роли. Ондайнг, добрали себе Продукт Гейминг, Фантом Лайнсер и Хэлл Рейзерс, ну, не знаю, Ондайнг это пока не очень понятно, почему это здесь, как это будет расправляться с предпущими Висптини и Нейтрис Профит. Ну, вот, типа, конкретно против этой стратегии, глобальной, суперглобальной, мне нравятся здесь три героя, Дазл, Венжи, Шотл Спирит Бистмастер. Вайпер Антеги они какие-то такие супермедленные герои, герои, которым желательно, чтобы драка началась где-то возле них, они там вне тихонько передвигаются, как-то демэдж наносятся, и, боже, что происходит? Боже, что они делают, эти демоны? Они пошли убивать Рошана? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, Продота, что вытворяет? Что вытворяет? На Рошанчика пошли, через ТПшки. Затраты ресурсов, конечно, колоссальные, очень много ТП, 5 ТПшек было потрачено, по 75 монет каждая, но при этом могут попробовать Рошанки забрать, кажется, что вкачивается Иннер Бист, Аура, Ванскор теперь танчит, пока Трон захиливает, 2 хилки он для этого себе взял, Сталшилд одного, Сталшилду другого, тоже 2 хилки у Андаинга, вот Аура и Джаккала, и они реально режут, а Пенек пошел не туда у Фуриона, и другой Пенек тоже пошел туда, они не видят, и у Продота может сейчас пройти, эта халява, Хеллрейзер даже не понимает, что происходит, они даже не могли об этом и подумать, что вот таким драфтом сейчас пойдут, Рошанна идет, смотрите, Энн заходит, он спалил всю контору, Рошанна осталась, буквально 1100 хп, и конечно, тут Хеллрейзер заходит, быстренько, и Бах, и Бах хочет своровать Аегис, и Бах здесь один, но тиммейт уже рядом, юзает вторую способность, Дописгангер, и всыпает Дэвлендж, Ебанует Аегис, Талата, ой-ой-ой, Продота, какая засыпка получилась, но Дракта еще продолжается, минус 2, уже сделали ПД, погиб один Бестмастер, Аегис был потерян, Афонин тоже погибает, все-таки под антаймингом драться, такая себе идея, и Бах идет убивать Митрима, умирает, Митрим выживает, даблкил делает Дракал, там Шачло, и еще и Шачло пытается не спустить, Санлайт тоже здесь, Шачло пытается просто уйти на Делепортейшене и уходит, 2 в 3 в итоге, потрались, счетом Аегиса 2 в 4, воу, какое же начало, фантастика, ну, вы знаете, все равно плюсик продов осталось, 1100 голды заработано, Рошана убили ведь тоже они, вроде как, да, то есть Аегис был потерян, в принципе не страшно, деньги заработали, так, ну тут Митя погиб, антайминг это уже никуда не годится, но, но это было весело, это было очень весело, так, Шачло, Шачло, ну, теперь ему в спину заходит, Джакал, с левел 2, если что, сейчас можно станом огреть его, ну-ка, порадует Джакал, Шачло, танчиком модным, не хочет порадовать, слушайте, а Шачло так мантит, 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 пиньков от ул, Джакал бегает, зад-вперед, не хватает ранжа, чтобы дать Мэйджик Мессайл, и в итоге, входит Шачло. Ага, вот тут мне подсказывают, что Рошана убили Хелл Рейзерс, вот оно что, о, это да, это не очень круто, спасибо, да, потому что там такой кипиш происходил, я даже не смог заметить, кто в итоге убил этого самого Рошана, а Егис я точно видел, что забрал его Фантом Лантер, ну окей, Башню сил тьмы на нижней, в этом случае там тысячу колды было заработано, вот если посмотреть, смотри, Хелл Рейзер спереди намного тоже, нет, все-таки у Продота были большие проблемы, на этой стычке, план их в принципе, вот как идея сама, не реализовалась, потому что все-таки там драку навязали Хелл Рейзерс, успели прийти, успели повоевать, и даже сделать несколько киллов, но если Рошана забрали силу света, а если Ис был забран под Том Лантером, то тогда у Хелл Рейзер действительно все отлично, у Продота не так здорово, как хотелось бы. Ну ладно, в общем-то ничего страшного, все вот эти начальные фраги, они в принципе в глобальном плане не имеют какого-либо значения, все будет конечно зависеть от того, как дальше на линиях отстоят, вот здесь Ванскор, за руну пытался подраться, в итоге забирает Фис, а вот Ванскор может не уйти, Афонин, Эвленджин цепляют, будет Тос, да, пытался Дикей, Ванскор и дал его, и Дикейев-то много, но нет, она пробивает его с руки, там хотел напоследок Саулу Рейб, какой-то удачу немножко подхелится, но слишком много урона, три героя бьют тебя в спину, при этом один из них еще и нюки, постоянно какие-то выдает, трудно, но там наверное что-то много помирается, Ванскор дважды приходил на медлению, и дважды погиб, где-то возле нее, почему-то очень серьезно растет крипстат Фантом Лансер, и Баху здесь никто не мешает, Бесмастер ничем, если он тут отличиться не может, почему-то такой плохой крипстат у Венжи Фулспири, Джакал, на первых долго добирался на топ-линию, во-вторых бегал за Фурионом, в третьих видим, крипов не всех добивает, мы сейчас последим за тобой, Джакал, ну-ка соберись, берись, хорошо, давай этого тоже, так, потом Лансер снизу трону, плохо, плохо для продоты, но вообще откровенно говоря, конечно, вот если вспомнить первую карту, там стадию лейнинга фактически тоже, ребята из ПДф проигрывали все линии, там, за счет Виспая и ЦК, хорошо получилось, и вот здесь тоже, на линиях не все так хорошо, как хотелось бы, однако, что-то в виде вайпер неплохо стоит, 14 на 7, понятное дело, Тинни помешать ему никак не может, Тинни ждет свой левел, появятся нюки, высоких левелов сразу же можно попытаться это убить, еще и Undying мешает, играет сверхагрессивный ванскор, ну и вот опять же, пытался сейчас кого-то тоснуть, пусть я под тавр, не вышло, сам пострадал, 200 хп осталось, тяжеловато, очень тяжело, Да, ну АПЛ продолжает фармить, фраг ему один подъехал, на троне, стат хорошо идет, пальцы видим Magic Wand, купил аквилку полноценную, аквилку сразу же включает, активирует, и судя по всему будет такой легкий пуш в исполнении HellRaisers, подтягивается, видимо, еще Undershock за спину, он не видит они, собственно, трона, трон видит, видит, заходит Undershock за спину, пытается найти как-то и бах, Алдопл, Блиса и Люси отправляет, и вот он трон, вот он трон, и вот теперь видно, теперь его видно, Spirit Land, стат с ФТП, но сюда же Фурион пролетает, и в четверо будет Митрим зря, Митрим зря, Митрим ошибочка, или нет, или они будут реально здесь драться, но погиб уже без мастер, еще 1 ТП, Митрим уже без пол хп, Джакал приходит, Джакал, ведь тоже не самый лучший, поможет, и стал прописывать и бах, а дальше что? Дальше-то что? Дальше буду Ресторейшн, подхилы где-то жесткий, хотя Митрим тут с дабл демиджем, посмотрите, Джакалы зажимают, Митрим тут с руки пытался пробить, Финга падает, Митрим, страдают, страдают здесь, конечно, ребята из Продота, еще ТПшки, ТПшка отменяется, Митрим, Исп уже захилил, здесь фанатом лансеры, очередной минус, ну нет, ужасно, Ваши конвейер снизу приключился у Продота, один прилетел, второй, полетел третий, в итоге все трое погибли, башню силы тьмы на нижней линии, если он такой мини компенсации была в убийство тени на мельклении, вайпером, скорее всего, вайпером, башня силы на нижней линии, в любом случае, конечно, снизу холлезис получили намного больше, чем Продота с убийства тьмы, графики растут уже 4000+, Самое главное, фанатом лансеры пофидят, что неприятно, по-прежнему, топовый крипстат, топовый нетфорс, не только у фанатом лансеры, он хороший, бисп на четвертой позиции, вообще каким-то образом, больше, чем у Тим, конечно, так отдаваться нельзя, и ПЛ вообще страха, не знаю, идет просто, куда-то уже по тир-2, трону загоняя, до базы, как, прохуй, бороться уже, 1800 голды, башня силы на нижней линии, атакуют, спирит лэнс пошел, так, ну вот, пытались, как-то фанатом лансера, отсюда убрать, пошел он дайинг, топорики пошли, дикей, сол рип, бах немножко подставился, допл, бах скоро идет до конца, дикей через 4 секунды будет, на развороте, спирит лэнс, он скоро подметит, ну нет, 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 по-моему, бах это ошибка, нет? А, ну висп подтягивает, какая-то может быть ошибка, если висп рядом? Тут же испугались про дота, сюда пришел и метрим, вот сейчас действия фантом лансера, насколько наглые, настолько агрессивные, они создают очень много спейса для команды, это одна из немногих ситуаций, когда спейс создается кор героем, а не для кор героя, бах сейчас, ну реально развлекает всю команду ПД, вот нельзя дазрить, с одного столетия, с того, что он здесь умрет, понимает, он дайинг будет возвращаться вновь на линию, сюда же стягивается, за трон, просто три героя охраняет одного фантом лансера, ну значит, на других клиниях у Калрайзера должно быть все просто супер круто, парки тут делают с Афонином, Фурион пока просто фармит леса, 301, кстати говоря, шачло, тоже неплох, форс 3 на карте, ну что-то прям не похоже, что прям супер какой-то спейс создал и бах, потому что его тиммейты что-то в лесу засели, спейс скорее для джакала и для вайпера, который стоит на своей клинике спокойно фармит, Митрим Дивардингом занимается, получается, Спирит Лэнс, на пол хп один Спирит Лэнс, ну как это можно терпеть вообще, залетает еще Каски, успел дать на себя Шеллоу Крейв, ультимейт Фуриона поздновато залетает, в итоге подсел от Свол Рипа на Митрима, Андершок просто наглый делал тэп аут прям под томбой, ну в общем да, вот кликают, кликают, ребят, мы можем шакал там фармить, нельзя его одного стрелить, сонтолк, тут же вардинги, иди вардинги, пока вот за эту точку, то вот на ожесточенное, похвасте, несколько вардов там уже полегло, сонтришник чужой обсердок, тоже съел ванскор, ванскор конечно дела очень плохо идут, ужаснее только у бестмастера, наверное, бестмастер, боже, сапог, три смерти, твердый уровень, весьма минута, твердый уровень, вот как найти такого старта себя в этой игре, что делать вообще, да я раскачу, что ты не можешь позволить себе уйти в леса, да, вот тебя вкачан, ну у тебя первые топорики условно, с щиточком одним толку там не простоишь, намеков на Суларин их нет, уходить на линию ты не можешь, визу тебя убивают, в миду ты не нужен, потому что ты будешь лишь только чаять экспириенс у вайкера, в лесах никак, на топе тоже никак, ну вот что делать трону, с его 800 нитворсу, грусть, уныние, тоска, ну вот-вот, только вот этот вот спаун металл фармить, наверное, и то опять же сложно, смотрите, как им пробивает металла, по-доброму сюда поставить какой-то апсервер, не знаю, или вот сюда, и убивать этого бестмастера, но он стал, ультимейтом Фуриона, достаточно будет вполне, вообще, вот, когда играет Фурион, очень-очень красочно, видеть такие вот ворды, не самые ординарные, куда-то вот сюда, например, там вот сюда, курьеров перехватывать, недобитых героев добивать, ну как в папчике, ну что это такое, 51 хп, ладно, немногим лучше дела иду так же у Митрима, у него тоже сапог, если что, но он суппорт, просто герой все-таки пятой позиции, его обвинять в недостатке металл фарса нельзя, спастер может, ну что, шасси лотереним с эндершоком, подпушиваю топ линию, использую я, нет ческол, четвертого уровня прокачки, пытается добиваться, ну снизу с фантом лансера, его все-таки не прогнать, скупил на себя Драма Фэндженс, статовый, фантом лансер, напротный, ой-ой-ой, релокейт, залетает, ставит в том стон, дай-ка в секунду спело, надо томбу разрушить, тромба тоже падает, шачло уходит, годэм скорее всего не уйдет, все просто снулись в роддот, смотрите, просто, просто всем составом, пятером они здесь были, вообще это правильно, то что они сейчас делают, они наказывают, даже видно, вот по игре этой команды, что они умеют играть, как и с виспом, плюс кто-то, так и против виспа, плюс кто-то, если вдруг какие-то жесткие релокейты, сразу масс-тп, масс-поддержка, ну и бисмастер-то сразу вдвое, надфорс выподнял, просто вдвое, так, хантершок в инвизии, вайпер страйк поймал, годэм, очень больно, годэм, а как спасти, катки, десвар, дэвлэнж, живет годэм, а вот самлайт не очень, не очень живет, шачло прилетает, вам скоро, закрыли, и что будет делать, пытается уйти, у афонина будет тос, тос ведь, на ванскора, аэд минус, так, хорошая реализация инвиза, стороны эндершока, вижена с этой стороны, у портоты не было, подключение, то самое, вичдоктора не могли даже и, подключение не могли даже и подозревать, огрызнулись несколько хеллэйзер, после неудачного залета снизу, провели неплохой файт, Пэйл, тем временем, покупает себе травла, но вот такой айтем билд у него появился слишком рано, 12-ая минута, Карл, а у него уже и аквилы, и барабаны, и травла, и мэджик фонт имеются, очень много, это неприлично много, если темп своего фарма, Пэйл, не потеряет, то, конечно, потом эту команду, эту игру будет соло выбрать, и снова, посмотрите, про дота, ну вот, кнут в свою линию, по-прежнему идут на Роса, на второй раз уже, после того, как он появился, так, вопрос, хеллэйзер, догадаются ли, о наглости про доты, еще раз, ответили на территорию, вокруг Рошана, вообще, как-то, левела уже получше, ОПД, и Рошан падает намного быстрее, чем в первый раз, ну, видимо, видимо, шаллэйстово подалась, на вайпер, берет тебя игис, не просто как надо, там, через, какое-то время, да, ребята, мы с хеллэйзерс, чек Рошана, все-таки, третьего дня, так, андершок здесь, ну ты же знал, ну ты же знал, каски удачно взлетают с трона, чтобы, боже, и в джакала, не сбили тп, андершок проходит, проходит, вив какой-то, погрызает сверху, ай, я и тп там, но это смерть, вообще, по-доброму, виноват сам, куда что лезешь, ты же знаешь, только кто Крашана убили, противника не видно на карте, стоишь, фармишь легкую ленью, так и работает, надо его тиммейтам в это время, воспользовавшись спейсом и временем, свободным, пошли сломали топ-серба, атакуют, кто-то давит снизу, а тут только хайграунд, ну вот так вот просто, пешки, мастер поэта базу, ребят, база горит, горит база, но вроде успеет подключить, трон здесь, праймал рор, где он, где он, вот он, в афонин и локейт, котэм юзает сразу, увести свой локимейта, ну, все-таки на весь переиграет, не ванскор, не ваня, керри будет чувствовать себя в относительной безопасности, в любом случае, в приоритете будет жизнь именно Тинни, а не Виспа, у ребят из Hellreders, подали Виспа, да, немножко, конечно, понаглели, ну, знаете, полглавину Тир-2 снесли, а с учетом возможности этой глобальной стратегии, этих мобильных героев, опасно, опасно позволять, вот, сносить даже какое-то количество здоровья в Тир-3 героев, сейчас Профит играет через Орхит, который у него скоро должен появиться, есть 2 миллиона стафа, у нас Виффи только не хватает, остальные, пока, 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 собирают себе свои первые необходимые артефакты, вот то я же появилась после тревелов уже у Иваха, что-то уже касается, что-то, без мастер, кстати говоря, после ужаснейшего старта, купился, оборот, очень хочет взять себе некомикону, вайпер есть мега, это плюс, есть Айгиста плюс, из-2, вешать, что происходит, Джокал, через барабанчик, на 5-10, врата падают, а здесь Тафонин готов сбивать ТП, сбивать ТП готов, ну вот, здесь, она ему не стала, дай мне проблемы, а вот, Джокал, и Метри, ну, можно, бегает, бегает, что творит, смотришь, пошел, после ультимейтов Уриона, двух пытался собрать, но понимаешь, что дэмоджа не хватает, подхил тут же от Петрима, ну, а здесь Фантом Ланзер погиб, вообще, да, тут как-то немножко по-другому, я так уверен, в Солраде с хотели сыграть, план был, что если ТПшки будут прожиматься, собьет Тинни, они там снесут все снизу, но как-то эти ТПшки не нажимали, а снизу на Фантом Ланзера напали, ну, правда, это держится пока, хоть, конечно, проигрывают довольно много, семь с половиной тысяч монет, ну, парочка хороших вылазок с их стороны уже было, ну, пытается подпушить Тир-1, снизу, сразу же Сплит, конечно же, Сплит Пуш, ясный, сбит, шок без прятышка, дабит шочло, надо стягиваться снова на базу, конечно, ПД в этой игре громко, ой, Джакал, а что это было, Джакал, что это, Фантом Ланзер сейчас прилетит, тебя и накажет, Фантом Ланзер прилетел, Джакал, ой, 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 какой же неудачный был свап, как-то какой-то, миссендерстендинг был, что ли, я не знаю, Дэсфар ставит, утрона проблемы, утрон получает Шелло Греев, Даззл спас, конечно, своего тиммейта, но он погиб сам, Ундайвинг пришел, поставил Том, и получает Орхид, он от пламп-майт, Том падает, приходится онлайн, пайпер страйк, и на него наказают всей командой, да, он сбил, лучше с профита, ну а дальше, то что с Рамлайт, Аегис, Аегис, есть Аегис, что уходить, наверное, Хелл Рейзер, они так много сделали, хотя остаются, чтобы убить Санлайта в очередной раз, Эвлендждос, Перед Лэнсы, Джакал пытается как-то спасти Довстан, каски отлетают, Джакала, Перед Лэнс, Афонин здесь, Раскаспинга, минус, Санлайт, Лоу КП разворачивается, пытается пробить кодема, опасно очень Санлайт, Андайинг сделал байбэк, чтобы спасти Санлайта, вот же Хелл Рейзер, конечно, творили дел, но он день был заработан уйма, убивали, 5 героев, практически всех убили, плюс байбэки от Финги и Андандайинга, заработано было 3000 голды, с учетом разницы, потому что потеряли про дота, то есть здесь он на тер 3, в упадке про дота, в упадке, в экономическом упадке, да и в морали, наверное, тоже после такого стартута, 17 минут, и у них чуть ли сторона не упала, и держаться все тяжелее и тяжелее, по деньгам очень серьезно отстаю, соответственно отстаю так же и по артефактам, но задачка-то какая, а все это вот это вот эффект снежного кома, когда вы там используете какую-то пошедшую идею, зайти на Рошан, на Сперхман, которую так никто даже уже не юзал, не знаю, в последнее время этого я не видел, на крупных турнирах этого точно не было, а тут вот неплохо вроде бы и сыгранно было, и задумка хорошая, зашли на Рошана, пытались его убить на первых левелах, но вот Hellraiser's, чуйка, чуйка фурионовская, который прошел и прочекал своим энтом, просветил, и в итоге у ПД уже вот с первых минут, игра пошла не так, как хотели они, сейчас тяжело, сейчас очень тяжело, потому что их сплитят, их разводят, их постоянно заставляют юзать ТП, постоянно связываться в ненужную для них драку, тяжело, страшно, больно, ну что делать, надо держаться, башню сил света на верхней линии, смотри, что творят, ну вот развели на томбу, развели на форму ванскора, абсолютно ничего не потеряли, снизу фантома артиллер 3 съел, пытается Митрим Дэйф на себя шел играть, чтобы просто жить, бараки падают там, бараки падают тут, бесконечный сплит, башню сил света на верхней линии атакуют, казарма сил тьмы на линии, но Праймл Рору, в Дэшок разбивают, сварки, плохо сыграно, и так, сварки неплохо, Афонина ведь тоже не спасти, и да, релокейта здесь не было, Готэм скорее тоже погибнет, Санлайз пытается пробить, тоже пробивает, но там ухилл неплохо, но фантом лантер снизу, съел бараки, и абсолютно не имеет никакого значения, что сделали минус 3 сейчас, про дота, потому что они потеряли целый лайм, на девятнадцатой минутик, Медличный, кажется, барак не добит, но в любом случае, рейнджового нет, и линия будет пушиться, и опять же, в учетом того, что есть в команде, Висп, Пурион, барак долго здесь не выстоит, но мне изначально, вот со стадии драфта, было непонятно, зачем ластпик, вот это вот он дайнг, ну абсолютно не мобильный герой, ничего он не может сделать, против такого сплитпуша, даже если бы про дота выстояла там стадию early game, если старт был бы более-менее одинаковым, да, фармили более-менее одинаковым, все равно, на дистанции, вот провал он дайнг, как героя, против этой стратегии, он проявлялся все больше и больше, потому что невозможно, как-то вот сопротивляться, ну ты вот поставил форму, поставил томбу, поставил форму, противник отошел, все, и уже на другой линии, где-то идет драк, сносятся бараки, а там ба у тебя, ну ты томбу перенести не можешь, самую главную проблему, наверное, на дайме. Вот немобильных героев, есть еще парочка у ребят с ПД, тяжело, ну вот смог юзать, вив, вив пошел, попытается сейчас кого-то поймать, приостановить, вот сплитпуш на корню, шачло, видимо, что-то понял, пытается уйти, а за шок тоже, и уходит на блинке, шачло, смотрительный, ну купив после орхида, а за шок сможет ли уйти, праймал рор трона не пустили, не пустили трона, застопился об своих же тиммейтов, неудача, ой-ой, а энд это что творят, а что они творят, они сили парад, бяда, ой бяда, ну вот теперь без двух сторон, фактически, ПД, против вайпер работает, тэп аут, ПЛ тоже с вам поставил, мисс ладмир купил, тоже правильно, и релокейт пошел, санлайт, остался тимм, нужна помощь, поддержка, сейф тп, ахтунг, ахтунг, сос, нет, не работает, он вообще стягивали, спротот, конечно, вайпер слишком быстро погиб, кузни, казарма сил тьмы на нижней линии, атакуют, пам-пам-пам-пам, теперь уже миличный парк кидается, 15 тысяч уже приймусь тут, ну слишком большие деньги в команду, примерно 75 тысяч, ну даже она остается 2 минутки, ну вот как-то, конечно, желательно к этому времени, про доте отбить линии, но максимально их отпушить, в сторону противника, прожать смок и забрать пашана, прям идеальный вариант, давать, он вот опять, живой пример, он скоро ставит том стон, и все, ты уже виспах сыграл после стапа, на блинке ушел, в чем замарь не успел появиться, чтобы ударить готему, и сбить ему этот самый блин, так, готем, я говорил о том, что тапаут работает, против вайпер страйка, и против вайпера в целом, но не виспо, у которого очень мало здоровья, ну что, очередной сплит, сплит погоняет, Афонина пытается забрать, Афонин, порстап, тпаут, и сбить здесь, трон опять же, праймал, рор, но дижены, видимо, не хватало, да, вот в арцуре посему, только-только был подавлен, ну, неплохо сыграл тени, на самом деле, в этом моменте, аниму, вич доктора, очень радует, такие вич докторы, что первые, что во второй карте, это одной и другой темы, у которых получается, купить себе ганимы в игре, чтобы давать отличные палки, так, не дрем, далеко выходить нельзя, с Офи, так сказать говоря, неплохое решение, до бесконечного количества иллюзий, в том лансе, располагать не особо способен, диффузы себе приобретает, и бах, лайт, да, пролетал, с Энджин, я уже себе купил, что, пока оборону про дота держит, держит, пока не сдается, атаки милишные стоят, есть целая мид-линия, и на этом можно еще жить, так, ну там смог, там смог, начинает и бах, так, развлекается легкого противника, манта стайл, там свап пошел, лунджакал синициировал один, а никто не помогает, больше занялись тем, чтобы и бах как-то отогнать, таки венгар, что синициировал, что нет разницы никакой, она погибает, ставится десвард, палка-убивалка, ну такая себе, сомнительная получилась, ну смотрите, снизу шачло сплитит, убивать его надо, убили, но на топе барак, ну кстати говоря, не так, то он быстро умирает, есть глиф, глиф въезжается, казарма сил тьмы на верхней линии, атакует, пока получается, пока получается, обороняться, нравится гем, и спа, и в то же время, он дает лагмарную команду, ну не столь аккуратный, в своих действиях, хеллрейзер, стоит признать, да, все-таки, не самые успешные попытки, как-то засплить, развести на какую-то спору, то есть вот здесь не побили, барак опять же, тут не добили, там в миде кого-то отдали, ну вот, не супер аккуратная игра, понятное дело, что хочется кончить быстрее уже, да, что в принципе игра-то по факту выиграна, но вот если допустить, еще большее количество ошибок, можно игру-то и проиграть будет, аккуратнее быть надо, например, можно забрать Ашана пока, продот пока боится выйти из своей базы, понятно почему, вот, для увеличения мобильности трон, покупается как раз-таки, блинг даггер, игра более-менее нормализовалась, вот тут минуте 20, как раз-таки трона, и кратри эти будут, и блинг, боеспособный товарищ, вопрос, хватит ли этого, ну что, и вот он смог, знают, продота есть, есть тайминг на Ашана, знают, что этого Ашанчика нужно забрать самим, и что ж, ястреб залетает, трон залетел туда, праймурол, код демо, свап, джакал, куда ты свап? Зачем ты это сделал? Или нормально? Подождите, ну и палка ставится, палка, палка ужасная, минус 2 уже сделали, продота, трон, возродился, палка всех не убила, да ладно, камбэк, камбэк, лебах пытается уйти, я думал, жакал ошибся, нет, жакал сделал все круто, свапнул, стоял, стоял, бил, стоны раздавал, и вкидал, можно, слушайте, ну классно здесь играли, ПД, потеряли бестмастера, не страшно, ой, минус 2, норм, здесь мы сегодня погибли, ничего не лежали в это время, нет, барак, стоит, снизу стоит, все норм, все норм, жить можно, играть еще можно, еще не все потеряно, если посмотреть на счет, то разница в один фраг всего лишь, и посмотрите, с 15 тысяч до 10 отыграли, ПД, это график еще не обновился, вот так вот, Hellraiser, ран на булке ослабили, тут еще играть, тут еще выигрывать и выигрывать, так, что мы имеем, ну, Viper жесткий тоже, блинк закупил, Avenger Falls Spirit, видно ли ее, нет, вот в начале видели, как она пробегала, и уже так, чисто на, на чутье пытались, на инерции поймать, ту самую, Вингу, но не получилось, врач, у нас сейчас разворотится, онлайн прыгает, Котэм скоро улетит обратно, там он просто улетает, и здесь никому не дастся, ну что, некрономикон 3-й, это здорово, смок от продота, ставится в артишке, универшок, должен понимать, что там опасно, понимает ли это, фурион фэн, по мне, понимает, джакал вив кидает, тут же спа, праймал рор, шачло, секунду развалился, избили тут еще и тп, фантом лансеру, таки ошибки, очередные ошибки, от флэйзерс, они не могут эту игру выиграть, о, с онлайн, вот это, по-моему, подставил, вот это поставил, сыр есть, сыр есть, сыр съедает, спасет ли это, я сейф бригада, вот он, митрий будет шелогрейвом, с подхилом, для положения, спирит лэнс, ну и бак дальше идти не стал, прозвольтил на тпшке, да, немножко размял вайпер, оставил прожать сыр, в вашей серии на центральной линии, атакуют, окей, это топ, он скоро ловит, а годэмп соло пошел, соляна его убивать, он скоро пошел, не вышло, ну, такая себе попытка, вообще, конечно, он дайник тоже испугался, он думал, что годэмп прилетит не один, поставил томбу, ушел на тп, но вообще, при диком желании, можно было развернуться, и на пихоньку, не успел, парочку дикейв отвесить, дать солдрип, и победа, он шок придумал, что он придумал, что творит, ага, вот оно что, ну, кстати говоря, в начале игры, если вы помните, я про такие варды говорил, вот варды, которые, вот, позволят убивать недобитых героев, которые уходят на базу, лечить с курьеров, перехватывать, то есть, я, конечно, надеялся увидеть пораньше этот вард, от фуриона, который бы сам залетел и поставил его, но, так тоже неплохо, койни, койни, вижен, ну, правда, не все так видно, как хотелось бы, но тем не менее, и маилстромы, масс маилстромы появляются у продота, два целых, джакал купил себе на Vengeable Spirit, и вайпер бывает себе, тоже этот артефакт, тоже, отспавливаться, отбиваться, от бесконечных иллюзий, от этих пеньков, это очень разумно, очень грамотное решение, это реально может помочь, это реально может помочь, смотрите, хеллрейзер уже перестали отчаянно нападать, все, это уже идет чисто фарм, затягивание игры в лейк, ну, где, безусловно, виз в тени, фантом лансер будут намного сильнее, нежели, там, условно, вайпер какой-то, да, там, и Vengeable Spirit, это даже не обсуждается, но до этого, да, еще дожить надо, потому что Афонин, скорее всего, погибнет, виз приходит, захиливает, праймал рор, свапы, ой, тут неплохо, все-таки, Готэм, видимо, подсейвил, или нет, но он уйдет до конца, кабанчик, кабанчик, замедляет Афонин, это минус два, очередная ошибка от Хлэрезерс, как же они подставляются, камбэчить, Ашер, Ашер, что с вами не так? Дурак, пошли у нас какие-то ультимейты, саленсы, в Джакал обгрызаются, Джакал просто наглою делает депаут, ставится палка, опять же, палка, такая себе палка, довольно забавно, да, то есть, он дайнк вот прям возле Вичдоктора находился, палка была поставлена вот здесь, нэйс, то есть, отсюда не доставало, и отсюда не доставало, радиус, ну ладно, плохо сыгран, в общем. Так, ну агадим появляется у Афонина? А чело? Сейчас может подставить, и снова ганги, и снова не читают эти ганги, Хлэрезерс, раз за разом, просто бурдота идет, и нападает на мусор, героя, которые бегают по одному, и падают эти вот куски единого целого, не как-то бывшего, да, в первые 20 минут, ну вот, с 20 по 30 минуту, там все ужасно, проходит у Хлэрезерс, ну вот, а переломным моментом, стало минуты 20 как раз таки, после нее идет спад у Ашер, Центрик поставили, нашли обсервер, Нандершок игрокла пытается, ну да, фармить надо, все, Хлэрезерс уже потеряли возможность, как-то там, сносить базу, или там, может быть, сплитить жестко, на базе, не, сплитить потом можно будет, когда Продота будет позволять себе выходить куда-то дальше, там, в своей территории, вот, но это позже, а сейчас просто ударится фарм, больше Шерам ничего делать не нужно, фармит Тинни себе 6 слотов, фармит себе Фантом Ланзер 6 слотов, они потом игру выиграют, но уже не сейчас, уже момент упущен, сейчас уже Продоту нужно найти себе силы, не только, пиваться так вот от нападки противника, но и при этом еще самим поддавить, капец же, как герои Холл Рейзерс не раскачаны, так же, гангать, убивать, ждать Рошана, забирать сыра, Егисы, может быть, где-то даже самим подпушивать, но главное не забывать про то, что нет Тир-3 товаров, нет рейнджевых бараков, и милишные бараки будут поддаваться очень быстро, ну и опять же, Бисп, Стерлокейтам, Тинни у которого есть Аганим, и Дизоль в ушечку, это тоже позволяет быстрее строение сносить, но хорошо, эта игра может стынуться до 60-й, ну даже до 70-й, и больше, какие растрады мы с вами историю про сцены видели неоднократно, Йолнир, качественным Йолнир, все, с иллюзиями уже можно бороться, часть проблем с Фантом Лансером уже решена, по рейнгар, к вайперу присоединится, докупит тебе Мьолнир, осталось не так много денег, вот тут вот Сунлайт может подставить сейчас, код ДМ в инвизе, тоже я обожаю в Альф, только сейчас у Рилан к этому вопросу вернемся, снизу какая-то трак, пытались Жакал убить, тает Десвард, Шачло здесь, Митриму зажимает, кидает Оркет, Митрим пытался сделать тэп, Прайм-аурора спасти Митрима, Митрим уходит, Шачло уйдет, Ли, Шачло, Шачло тоже падает, и там Сухлайпер просто расстрелял, 1-2, размена до 1-2, который умер на топе, в тиме, так вот, в Альф, они реально сделали Виспа инвизным, когда у него есть инвиз, это же круто, или мне кажется опять, просто не вижу, вообще Висп тут вообще на шариков не похож, просто ничто летает, он перманентно теперь в таком состоянии, почему-то я не обращал внимания, что-то с этим Виспом сделали точно, Вальф, нет, вот сейчас его видно хорошо, вот, так, когда был в инвиз, он был просто пустым местом, это здорово, теперь не вызывает сомнений, в инвизе находится ли этот персонаж, или не в инвизе, спасибо, Вальф, я прям сегодня доволен, я увидел, как у Вичдоктора Десвард считает дэмэдж, в батл-рекапе, как Висп в инвиз уходит, ну, прям вот, моль бы наши были услышаны, так, а тут, Санлайта могут перехватить, Санлайта один, один Санлайта, ну вот, противник ловить на ошибки можно, и можно сейчас даже игру переворачивать, но вот самим таких ошибок не допускает, ну, надо понимать, ну, ребят, ты идешь один без своей команды, а там герои, которые прилетают в течение нескольких секунд, просто, в одну точку, причем он сразу четыре может пролететь, и ты с этим вообще ничего не сделаешь, то есть ты можешь держаться вместе, опять же можешь бегать под смоками, нападать, устраивать какие-то замесы 5 на 5, там еще таких контактов выигрывать, но точно бегать не по одному, потому что где-то сейчас подразведут, может быть, на байбэк вайпера, где-то что-то просять, и барак сломать, к сожалению, тем себе палки в колеса вставлять, ну, жакал с миллером отбивается, неплохо, тем, проблему надо будет с вайпером, и с вингой решать, как-то нужно будет пытаться их убивать, очень, деньги, перстон, полторы тысячи монет, у него есть вверх, но это, безусловно, будет осалки раз, впервые осалки раз, потом муншард уже какой-то, ну, опять же, все это выход плейк, как там дела у нас у фантом лансера, диффузы, монтатор, лаблинг, денег много, во, денег много, а там что будет, то это у нас может быть, что сейчас нужнее всего, может быть, какую-то бабочку себе приобрести, может быть, не, ну, уходить слишком, статы, наверное, не очень хочется, покупать там различные, искать себе и прочую гадость, так вот, что-то такое относительно, и что выживаемый, и при этом еще неплохо урона, но вот бабочка мне очень нравится, в этом варианте, нет необходимости покупать какие-то МКБшки, пока, передал слишком наглых, как-то не хочется, вообще-то выбор, конечно, есть, фантом лансер, что же себе приобретать, в конечном итоге, пока просто купить денег. Ну что, Рошан, появляется четвертый по счету, снова сыра Егес, хорошие вардишки проставили про доту, во всяком случае, самое главное, что они сделали, это отпушили линию, насколько это вообще возможно, он сейчас еще вон скоро пытается топ поддавить, если у него трава лапа, он пойдет, поставил комбо, ну и вот, Рошан, неужели просто так, это Рошана да и ромата тут. Ну, я стрип здесь был, ТП сразу же отменилось, и в итоге, они будут претендовать, хеллдрейзерс, на забор этого самого Рошана. Рошан, убийца. Роидис для АПД. И фантом лансер, редкликом, покупает себе. Ну, как редкликом, редкликом, невозможно, по остальным частям, быстренько в курьере закупил, да, и себе перенес. Неплохо, неплохо, жирности побольше стало, процентов резистить из урона, за счет того, что очень много у него брони стало, опять же, от бабочки. Ну и, такой боеспособный товарищ, очень много кокилы, сэмбеджа вроде как хватает. Опять же, объелнир, лишь бы не убиться. Так, форм. Шачло. Ну, тоже пика своей сборки он еще не достиг, то есть, можно много артефарктов закупать, можно много денег, ну, пытается фармить, пользует эти обузные точки. Какая ждаст, дорогие друзья, у нас с вами эта карта будет затягиваться, затягиваться на очень-очень-очень долгое время. Ну, я примерно даже предвижу сценарий развития событий в игре, минут 20 следующий могу, наверное, предсказать. Потому что все довольно очевидно. Если же, опять же, про доту ничего не изменит, потому что вот сейчас, похоже на то, что Hellraiser's выходит в своих лейтовых кор-героев, ну и просто-напросто в один прекрасный момент они убивают противника, потому что за счет того, что у них герои сильнее. И при этом заканчивает игру. Но вот про доту нужно что-то самим придумать. Локеет атака на Ипаха, Ипах-то жив, Phantom Lancer не самая лучшая цель, каски отлетают. Сами Hellraiser пока обязываться в борьбу тоже не хотят. Ну, там Сыра Эггис по-прежнему. Как же иллюзии-то больно грызут, да посмотрите. МП съели все практически. Оставили. Но Phantom Lancer уже становится проблемой. Уже лейтовой проблемой, против которой нужно покупать какие-то МКБшки, Контроль, АУЕшки. То есть все, чтобы его закантрило. Вот сейчас вайпер вас может придумать. Да, демон Эдж, но без МКБ здесь вообще никак. Если ты не покупаешь МКБ на Vengeable Spirit на вайпере, можешь сразу из игры выходить. И Phantom Lancer ничего не сделаешь. И при этом все равно Phantom Lancer будет сложно. Так вот, что придумать про доте? Про доте сейчас, имея Еггис, нужно сделать какие-то парочку хороших вылазок. Вот если у них какой-нибудь какой-нибудь смог. Какой-нибудь такой шальный смог. Есть у них? Или нет? Нет, нет, смока еще. Довольно долго не будет. Ну вот да, нужно ждать смог, наверное, пробежаться. Может быть, одного из скоров зацепить, убить. И как-то попытаться съесть уже Тир-2 и начинать подгрызать чужую территорию. Все-таки там будут чтения даже не будут, а есть уже Некрономиконы третьего уровня у Трона, у Метрима первого уровня. Блин, эта игра может вообще закончиться разменами Трона. Я бы на это посмотрел. Просто размен Тронами. Попытка зацепить Тени на Форстафе неплохо, уехал, кстати говоря. Тяжеловато, конечно, без героев со станами. Откинем к цепи. Шачло, а там Ван Скор еще спрятался. Ван Скор много денег. И он ждет, а тиммейты к нему уже подходят. Они спушатся, ребят, про дота, вы можете убивать в Шачло, вы потеряете нижний параг. Или А, Шачло убивает очень быстро. Отмену все отказано. Они теряют параг. Конечно, успевает. Знаешь, Шачло был неправ. Оставился. А вот здесь Джакала можно поймать Джакал. Джакал чувствует. Казарма сил тьмы на нижнем линии. Не поднимается на пригорк. Секундный я себе приобрел. Еще-то тоже, конечно, артефакт нужный. Хочет такую бингу увидеть боевую, чтобы убить. Прямо заходила, ел нир на себя и вот этот тысяч, 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 молнии налево направо пробивает там всяких фотом лансеров. Даже хочется вот как-то в утопическом варианте увидеть бингу, которая тет на тет разваливает фотом лансера. любого дорого смотреть. Так, по-моему, ошибается одно шоу. Но МКБ можно. МКБ сбивает ТП. К сожалению, для Вич-Доктора. Но уже от вайпера не уходишь. Вайпер красавчик, кстати говоря, 15-3-5 играет с онлайн. Чтобы не было плохо его команды, он пока хорош. Тревласия приобретает. Вместо ПТ, улучшая свою мобильность. Деньги, правда, тебе потратил, да? Вот на этих моментах лишь бы не подставить. Но сейчас закончится аегис совсем скоро. одна какая-то неловкая смерть. Ты с байбэка будешь сидеть. Рвлат рвлами, конечно, но на байбэк оставлять надо. Очень важно. Наверняка, если бы знали. знали. Вот сейчас знают, что и потери на аегис ребята из Hellraiser. Если бы увидели, что у вайпера нет денег на байбэк, они бы пытались его убить. Это был бы самый простейший вариант для победы. Минимум для сноса сторон. Ну и ставится пауза. Ну что, пауза. Пауза у нас кем вызвана? Ага, троном. Подальше решили обсудить. Испытывают небольшие трудности. Ничего страшного. Ладно, ребята, вторая минута игра, которая по всем предположениям, наверное, как-то всем пущим событиям, происходящим к тому времени, должна была закончиться на минуте там 20-й с полной безговорочной победой HellRaisers, но про дота нашли в себе силы отстоять свою базу, тряф при этом лишь только рейнджовые бараки с двух сторон. И даже имеет возможность где-то и победить. Икра затягивается. Уже 42-ая минута, прежде всего еще ничего не ясно, ничего не понятно. Ребята продолжают фармить, продолжают допускать ошибки. И это здорово. Это здорово, есть над чем подаблюдать. Не просто видим фарм с двух сторон. Какой трон опасный, посмотрите, агонимник, реномикон, троп-лак, гем, убийц. Каких-то 20 минут назад трон бегал самым слабым надфорсом на карте. Окей, не 20, 30. Мы практически поставили, ну, не мы, окей, я поставил крест на этом герое, но, мол, все, потеря, а нет. Дрон тоже нашел себе возможность пофармить какие-то свои айтемы, быть полезным для команды. Фарм продолжается. Ну, что, тени Яша, Яша это монтостайл, монтостайл тоже круто. Заходишь на хайграунд, включаешь иллюзии и смотришь, как база противника просто падает без твоего участия. Так, на топе Нэнго фармили. Диффузы апнул себе Фантом Лансер, Тревел А купил себе второго уровня. В общем, то, что остается, значит, мы убираем барабаны, меняем их на... На что мы их меняем? На Бисло меняем, правильно? Почему бы не на Бисло понятие, или на Тараску? Вот, кстати, вопрос, то есть, чего больше опасается, либо то, что дэмэджа не хватит, или то, что его там разнесут, а он будет кого-то разносить. Ну, такие варианты. Ну, Тараска, Тараска и Абисло, наверное, самые очевидные. Ну, а еще можно купить, конечно же, мандшафт. Никогда будет не лишним. То, что касается Тинька, мандшафт у нее пока нет, но в недалеком будущем, я думаю, будет. Подтягивается ли кто-то еще из героев кимблэйтовым версиям своих сборок. Гатя не купил себе вообще БКБ. Тараска. Не расклад. Так вот, Андершоку нужно тоже БКБ купить себе, чтобы помогать своей команде. Это будет абсолютно правильно. В любом случае, конечно, там есть чем сбивать даже сквозь БКБ. Это Веншипл Спирит со свапом, например, это и Бестмастер с Праймл Рором. Но как бы там не было, это заставит потратить на тебя один лишний дизейбл контроль, да, фактически. Ой-ой-ой, опять Афонин с Виспом, боже, а там же Мастер и ВЛА, все прилетают сюда, Дракон и Чест, кто демон съедает просто секунду, Афонин подрубает БКБ. Против, а сквозь БКБ просто мочит. Здесь и Бах, один против всех, ставится палка, палка, убивалка, палка. Боже, какая она эта палка такая сумасшедшая. Антайнка развалила. Но вот и Бах все-таки вынужден сейчас прятаться. Прятаться, Трон там остался на Лос-КП на ПК жив, Сомнайт пытается не впустить и Бах, и Бах нажимает барабан и бежать, а на топе. Что вытворяет, что? Ну, вообще ничего он такого серьезного не вытворяет. Ну, так, подъел немножко милишный барак, который, опять же, трекинется. Короче, проблема опять в Холл Рейзерс. Снова они просели. Матераль трех героев размен на одного. Ну, Тинни какой-то неживучий и не убивающий. Конечно, вот сам вайпер, себе персонаж своим вайперстрайком жутко мешает Тиннику. Тиннику не хватает, чтобы там вайперстрайк какой-то на себя условно сбрасывать. Реально может зайти. Вообще, по идеальному раскладу начинается драка, прилетает вайперстрайк в тени, нажимает фантастайл, потом прожимает БКБ и бьет с руки. И там уже только Праймал Рор может его остановить. Хочусь их будет бегать по драке безнаказанно и пробивать. Но, видим, артефактов еще по Катиннику не хватает, чтобы убивать всех. Не дошел до такой кондиции, когда может разваливать всю команду по ним. Покупает целый лтимейт торп, Нейчис Профит будет делать себе дальше кекс. Допармливать так много осталось. И это все-таки сатаник от Фантом Лансера. Вот он чем решил забить последний слот. Сатаником. Ну, это вариант с выживаемостью. Видимо, подумал, что демеджи и так хватает. А вот жить, жить, не умирать, это штука полезная. Вообще, сложно с этим спорить, конечно. Дмитрий, пробовал, быстрял. Дмитрий, дмитрий, дмитрий. Нейкромиконов вызвал, вайпер здесь, вайпер сайк. Ага, пришел у нас все время не бывал, как Жанлайдом быстро разваливает. Праймал Дор, пытай спасти Санлайдс, Лэд покип. Не знаю, трасс, пайпок есть. Локейд на ход туда куда-то. Искать, искать убегающих героев. Венжипл Спирит ушла. Ушел здесь так же и без мастер. Да, ошибочка. Тянет тут весь урон, который мог, вынес просто. Ладно, хоть на байбек осталось. Вайпер. Это колты, конечно, много. Хекс покупает себя Фарионт. Но байбеки езать придется, а вот это уже, конечно, упущение стороны ПД. В их раскладе, когда они камбекались в игру, им вообще нельзя было бы сказать ошибок. Смотрите, ушел на топ, шачло сразу, снизу тени, очень быстро сносит. Барак очень быстро, неприлично быстро. А Глиф спасает. Надо их устанавливать. Пойзонтач, трон здесь, топорики, нет Праймалрора, еще 2 секунды. Баймер, наверное, доходим расстрелять, а Бонин просто умер. Но вразмен на 2 стороны. Барак на топе тоже упали. Но теперь полноценно 2 стороны упали в ПД. Одна маленькая ошибка. Одно неловкое телодвижение стороны Метрима и врыв от Пайпера, все. Сразу потеряны байбеки, потеряны 2 стороны. И теперь камбекаться будет намного сложнее. Та-та-та. Ну, графики-то показывают 0, казалось бы. Пашан 5 появился. Он поставил готовый Венжи-фосперед. Он скоро героически сейвит свою базу. Один, а нет, промо еще тоже помогает. Ну, вообще, там без них справляются. Прием. Восвобождается слот. Покидывается в Трам-Оф-Энженс. Так, она в топ-тиринем залетает. Годем, шачло. Вот пытаются нарезать. Анлайк пришел, текст получил сразу. Анлайк, больно. Где же, где же Метрим? Метрим! Конечно, лоид так, боковой прожел. Но развод там справляется. Посмотрите, убили у Куриона. И не в таверне. И бах. Он через Блинк, через Допл пытается уйти. А тут Клаппет Джоккала. Пытался в Соло разобраться с Годемом. Тут сразу на Блинке ушел. Ну, в целом, опять же, неплохо для ПД. Висп здесь остался. Висп. 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 Так, на него фотомлантер прилетел. А дальше что? Джоккал снова здесь. Слава под Катти. Санлайт. Годем. Годем. Боже, тычку. Одну тычку от Вайпера поймал. Чуть не умер. И лопнул шавик. И на развороте. Пошел. И бах. Замедляет Санлайта диффузами. Санлайт проседает. БК-бетом, откатил. Лоу ХП, Лоу МП. Метрим рядом. И иллюзии могут Санлайта не отпустить? Нет. И молния справляется с иллюзиями. Очень не хочется отпускать Санлайта. Вайпер здесь очень сладкий. Знаем, что без байбека. И знают об этом ДКС на Ашер, но убить его не смогли. Астана. Слишком пытаются, конечно, зафорсить выигрыш Hellraiser. Какие-то вот такие не сверхаккуратные действия. Вот на топы залеты, потери бесконечные. Они только из-за этого как раз-таки игру стянули на 50 минуту. Башню сил тьмы на центральной линии пока они в прежнем все хорошо. Бесконечно сейчас пеньки отправляются куда-то мид добить. Немножко-поемножко скидает R3. Рано или поздно это строение падет. Вообще, я не вижу аутов для выигрыша в ПД, для камбэка, потому что куда бы ни пошли про доту, там даже если бы они там выиграют, куда-то всегда будет возможность прилететь, байбэкнуться каким-то образом и просто поломать рюкс. Ну и все же как ни крути, какое количество некрономиконов бы не собрали ПД в размене тронами по скорости они будут явно уступать Hellraiser. Кажетини намного как быстрее сносит. Так что аутов практически нет. Ну я не знаю, что должны сделать Hellraiser, чтобы проиграть эту игру. Ну, единственный вариант, наверное, как-то неудачно подраться, чтобы их развели на байбэк, потом еще раз точно подраться. Так, ну Джакал напали тем временем, Джакал, БКБ прожал, Манта Стайл пытается дураться, и только Равнести нигде там дерется. Готемос танки пытается Готемос ломать. Дмитрий там серен довольно серьезно просел. На тропе подловили, кого это у нас? Ипаха пытаются съесть, Ипах сам на развороте, Допл Юзайд, и так скидает его сломать. Так, вы знаете, проблемы сейчас начнутся ухода рейдерса. Огромнейшие проблемы. Отвратикать отсюда. Мантера потеряли, потеряли Вич Доктор в размен на Доми Тримах. Ну и казалось бы, даже опять драку выиграли под Дота, а дальше что делать? Дальше нужно возвращаться на базу и снова Дэфи, 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 бесконечно. Вис, тени, вот они. Вот они, эти ребятишки. Если только вы где-то залипнете, Дота будет падать. О, Шачлочем занимается. Вот она Дотка. Вот она Дотка. И не победить в эту Дотку никак. Скор падает. А на базу сейвить, Тир-3 падает от того, что энты его сгрызают. И вот так вот заходит Тинни забирать параги. И нет, нет тиммейтов, нету про Доты никого, кто мог засейвить и прогнать. Даже если Вильстинни здесь вдвоем погибнут. Самика крипы можно убить Афонина и сдаться. Ну, пытался Джакал на сутомит там немножко подбить, Тир-3 снес. Джакала здесь, конечно же, убьют. Байбек на байбеке, байбеком погоняет. Ну что, достойно, достойно держались про Доту, очень даже неплохо оборонялись. Были какие-то мини-попытки закамбечить, реальные были шансы на то, что Хаулрейдер еще несколько ошибок допустим, игру проиграет, но... Ну, сейчас нужно улынить. Сейчас просто собираться вместе, там горит база, ну, не знаю, попытаться как-то понадеяться, что возможно будет размен тронами и как-то завтыкают Хаулрейзер где-то что-то сделают неправильно. И Проту-то сможет снести. Боже, но это шанс настолько низок, настолько мал. но он есть. Это самое главное. Смотрите, что делает Шачих, он уже прилетел на базу. Уже прилетел на базу, он уже вгрызается в Тир-4. Это будет размен. Это будет размен тронами. Бах на топе. Может. Сини без пани нет, а не байбеки тратить не хотят. Здесь сразу в Тир-4 пошли, мимо бараки. Так, ну вы знаете, сейчас нужно все-таки отбиваться вам. Или нет? Нет, тир-4 пойдут ставить в Тир-4. Размен тронами, дорогие друзья. Тир-4 съели в атаке. Бараки будут падать, Трон будет падать, съесть клип, без клип юзайм, ставится палка, на палку все равно нужно бить Трон. Ну, быстрее, быстрее эти люди, ну, быстрее, ну, быстрее, ребят, ну, с этим ничего не сделают. Это Тини. Это Тини. Ну, что-то ж. Все равно немножко пощекотали нервишки породоваться своему оппоненту. Так, в легкую, да, чтобы не легкая вторая карта какая-то была, там, счет 1-1, и третью решающую, а чтобы помочились немножко, немножко понервничали так, выдохлись в моральном и физическом плане, подраскрутили немного, скажем так, они сделали максимум возможным в этой карте. И это хорошо.